В открытых соревнованиях спортшколы «Старт», которые состоялись в универсально-спортивном комплексе Подмосковья, помимо ребят из Щелково, участвуют также юные легкоатлеты из соседнего муниципалитета, из Фрязино. Это соревнования среди мальчиков и девочек 2009-2010, 2011-2012 годов рождения и 2013 года и младше. Ежегодно они традиционные соревнования. Дети соревнуются на дистанции 50 метров с барьерами, гладкий бег 50 метров и 200 метров. Также участвуют дети тренеров спортивной школы Олимпийского резерва. Среди наставников у ребят есть те, кому удалось добиться в легкой атлетике выдающихся результатов. Тренер-преподаватель спортшколы Олимпийского резерва Марина Шмонина, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка 1992 года в эстафете 4 по 400 метров. У нас в Щелково прекрасный, конечно, прекрасный стадион. Я, чтобы пригласить ребенка на тренировку, иду в школу, на родительское собрание, и разговариваю, конечно, в первую очередь с родителями. А еще каждый тренер идет в школу на урок из культуры и отбирает детей. Детей, вы знаете, с радостью я обнаружила, что в прошлом году и в этом детишки стали крепче. Понимаете, это очень радует. И как бы просьба у меня к родителям – обязательно идите в спорт. Желание и нацеленность на результат некоторых детей в спортивном смысле делают их сильнее и не только своих сверстников, но иногда и ребят постарше. Так, например, юная Елизавета, подопечная тренера, преподавателя спортшколы Олимпийского резерва Светланы Сигитовой, выиграла на турнире два забега. Первое-первое место или уже бывало? У меня были первые места, но и вторые, и третьи. Да? На тех соревнованиях я занимала первые места, на тех соревнованиях я выигрывала, на позапрошлых тоже, по-моему, на тех я выигрывала первое, второе, третье. Я занимаюсь седьмой год, и мне все нравится. Больше всего прыгать в планку, если честно, потому что у меня успехи в этом больше есть, но также бега длинные дистанции, это больше получается, чем короткие, например, там 200 или 400 метров. 200 мальчишек и девчонок в этот день старались показать наилучшие результаты. Такие соревнования необходимы каждому спортсмену, чтобы оценить и раскрыть свои физические возможности. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.